524 человек предлагается образовать группу избирателей для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Дунцова Екатерина Сергеевна. Прошу голосовать, кто за. Нет воздержавшихся, нет. Спасибо. Екатерина, пожалуйста, прошу. Благодарна за то, что вы сегодня здесь вместе со мной, вместе с нами, с нашей командой. И это такая важная точка, мне кажется, в жизни всех нас. И я к вами очень горжу. Спасибо. Мы будем идти по процедуре, да, и будем ускоряться, потому что в 5 часов нам нужно покинуть помещение. Все-таки мы продлили, нам продлили на 1 час. Я, да, благодарю организацию. Спасибо. Да. Спасибо. Как вы оцениваете готовность России к женщине президента? Отлично оцениваю. Нам не хватает мягкости, теплоты. И я думаю, что женщина как раз сможет добавить вот этого ощущения, когда есть не только на что опереться, да, но и с кем-то делиться. На самом деле у людей сейчас очень мало возможностей для того, чтобы высказать свое мнение открыто, а женщина уже всегда поймет и поддержит. Да, я думаю, да. Вот в народе бытует такое мнение, что нужна сильная рука. Ну, это, мы привыкли к этому, что нужна сильная рука. Я думаю, что люди вполне способны сами принимать решения. В какой-то момент доверие, наверное, к ним чуть-чуть ушло, и они, соответственно, тоже подумали, ну, раз нам доверяют, мы тоже не будем ничего делать. Если создать им такую обстановку, чтобы они принимали решения самостоятельно, то все получится, и для этого не нужна будет жесткая рука. Я верю в саму организацию. Когда вас изберут президента, какой будет ваш первый указ? Я уже писала, да, на телеграм-канале о том, что первый указ будет о помиловании политзаключенных. Те, кто является политзаключенным, должны выйти на свободу, потому что они сидят только за то, что высказывали свое мнение открыто. Такого не должно происходить.